Когда я начинал обучение, когда Александр Михайлович рассказывал про уровни, про вождение уровней, я вот так приблизительно рисовал эти уровни. То есть я видел эти уровни здесь, откаты, здесь есть лимит, и смотрел на объемы, и линии пересекаются, и все остальное. То есть в тот момент, когда Александр Михайлович мне постоянно говорит, бери только ключевые уровни, смотри сильные уровни, не обращая на эти внимания, все промежуточные уровни, они работают намного лучше, и у тебя будет складываться понимание рынка. Потому что когда мы находимся здесь вроде уровень, и вверху уже уровень, то есть запас хода получается маленький, рассчитать практически невозможно. Непонятно, здесь сложный пробой, идем вниз к этому маленькому ближнему уровню, или мы дальше пойдем. То есть была вот такая каша как бы в голове, и вот эти все много уровней, вот это все, оно очень мешало это. Я вообще такой человек, я минималист, люблю все максимально упрощать, и минимально, но в тот момент, почему-то у меня, я видел эти уровни, и вот чертил их именно вот так вот. Сейчас я вам покажу график, который у меня сейчас, как он кристаллизировался. Да, видите, это тот же самый график, это актуальная ситуация у нас сейчас по евро-доллару, и как я вижу этот график сейчас. Это дневной график, и мы видим красным стрелочком у меня, это бар, который берется за основу, это основа моего уровня, и все остальные фиолетовые, значит, значки, стрелочки, это значит подтверждение моего уровня, и квадратиком обозначены это ложные пробои, это что значит, это значит нам это усиление уровней, да, то есть это мне подтверждение усиляет, что уровень, что действительно там уровень есть, и я буду работать с этими уровнями при подходе цене к этому уровню, да. Видите, какая разница между тем, что когда я начинал проводить уровни и сейчас, то есть я беру действительно на рынке Форексе ключевые сильные уровни, да. Так как рынок Форекс рейнджевый, да, там можно, вот как я в предыдущей картинке показывал, можно провести множество уровней, да, поэтому советую вам этого тоже не делать, не повторять таких ошибок, и брать только те уровни, которые действительно ключевые, которые несут какую-то информативность на графике. Вот, значит, давайте я вам покажу сейчас. Это, значит, график акций, американских акций, и смотрите, я на этом, почему я выбрал этот график, потому что на этом графике практически все можно увидеть, он мне очень понравился, потому что он у меня попал на домашний лист, и я этот взял график, он мне очень понравился, как основу для понимания рынка. Я вам сейчас подробно все, как бы, опишу, полностью мы его разберем. Значит, понимание рынка на дневке, здесь ответы на многие ваши вопросы. Я, по-моему, этот график тоже выставлял в фейсбук-группу. Ваши вопросы, которые в последнее время вы часто задаете шефу, все на одном графике. Пусть кто-то скажет, что уровни и понимание рынка от Александра Михайловича не работают, да, потому что много слышал, что уровни не работают, они ничего не значат, но давайте разберем вот этот график, и все детально я вам расскажу. Значит, смотрите, что здесь из этого графика можно научиться, как проводить уровни, да, то есть провожу я уровни, вот как вы видите, вот, чтобы цену было видно, вот так поставим. Проводим уровни, также ключевые точки на графике находим, которые несут какую-то информативность важную для нас, которая обучает нас Александр Михайлович, да, то есть смотрите, вот накопление, видите, вот здесь происходило накопление, вот. Вот, потом мы выходили из этого канала вниз, да, то есть здесь я написал, что закрылись ниже уровня, есть сигнал взять шортовую позу, да, то есть в этой ситуации, в этом, вот в втором баре, после закрепления ниже уровня бралась шортовая позиция в шорт, да, и держалась. На втором баре, здесь понятно, это тот случай, который тоже Александр Михайлович обучает и говорит, что тот случай, когда инструмент разворачивается и не идет по вашему сценарию, а сценарий мы обязательно расписываем всегда на домашнем задании, что мы ожидаем от инструмента, то есть я ожидал в этой точке от этого инструмента, что мы идем вниз, то есть запас хода у нас еще был, я сейчас покажу вам на следующей картинке, у меня было, да, вот, что запас хода у нас здесь был, вот, видите, я обозначил, что запас хода был у нас хороший, здесь нисходящая база в канале говорит нам, что собирается шортовая позиция, видите, идет накопление, и мы видим, что инструмент тащит шортовую зону, вот, поэтому вот для меня этот уровень стал ключевым, я вот тут написал, инструмент отлично отрабатывает круглые числа, это тоже то, что Александр Михайлович обучает, то есть вот цифра у нас 18, 50, 16, 25, 14, 40, то есть круглые цифры, видите, вот, вот, значит, что говорит нам этот бар, что инструмент не пошел по моему сценарию, и из него нужно выходить, мы попытались сходить еще раз вниз, обновить хаи предыдущего бара, и не сумели, и закрываемся под самый уровень, что этот сигнал посылает мне, что нужно выходить из позиции, инструмент пошел не по моему сценарию, да, то есть вот это именно то понимание рынка, к чему обучает Александр Михайлович, как понимать дневные графики направления инструмента, вот, смотрите, то есть вот, как проводить уровни мы разобрали, как увидеть, что инструмент копит энергию, да, то есть вот в этой консолидации мы видим, что инструмент копит энергию, и ему нужно ее куда-то выплеснуть, то есть на этом баре, значит, мы выходим из позиции, и потом наблюдаем дальше, инструмент заходит обратно в канал, да, и делает, подходит резкими барами к этому нашему предыдущему уровню. После ложного пробоя, что это было очевидно также по пониманию рынка, который Александр Михайлович преподает, что пробить с первого раза такой уровень, зеркальный уровень мы не сможем, да, и пройдет очевидность, происходит того, что происходит откат, но вот этот бар нам опять же дает понимание, что явный сильный покупатель, то есть мы опять попробовали протестировать, пойти вниз нижней границы канала и вернулись обратно вверх, то есть практически где открылись, там и закрылись, это мне говорит о том, что явный сильный покупатель здесь, и потом мы наблюдаем в инструменте, что проходит, смотрите, какое поджатие, ведут, ведут инструмент наверх, то есть вот эту энергию, которую здесь мы копили, она начинает выходить не вниз в ту сторону, а вверх, да, то есть вот здесь мы заходим в лонговую зону, и здесь можно было на коротком таймфрейме заходить в позицию в лонг до следующего запаса хода, видите, до следующего канала. Вот, я вот тут написал, как минимум остановка, что здесь произойдет как минимум остановка, хотя энергии накопили достаточно много, чтобы и пробить этот уровень, но здесь у нас есть уровень, поэтому здесь не сделаем небольшой откат. Так, это мы разобрали, теперь я вам покажу, что, то есть, смотрите, в этой точке, в верхней точке, когда мы здесь подошли обратно вниз, что нам говорит, опять мы подошли к уровню, сделали небольшой откат и тут же идем вверх, опять же тянут инструмент вес, то есть, это вся энергия, которая была накоплена здесь, она продолжает действовать дальше по направлению вверх в лонг по тренду, и что мы видим на этом графике, что произошло, произошло сильный геп, да, к сожалению, бумага не дала точки входа, потому что я не смог здесь зайти, сразу гепнула, причем выше моего расчетного потенциала, да, то есть потенциал у меня вот, расчетный был здесь по вот этому уровню, по 22 проведен здесь, бумага гепнула до 22,90 центов, да, и потом просто улетела, вот, поэтому, как бы на примере этого инструмента, да, как я и в предыдущей вот, в этом картинке говорил, что в этом инструменте практически все есть, понимание того, что обучает Александр Михайлович, да, ну, к этому нужно, как бы, прийти самим, понимать это, что происходит, как мы открываемся, как мы подходим, как мы закроем, и вот это, как бы, усвоить очень, для меня было тяжело, когда нету рядом человека, который тебя постоянно корректирует и что-то говорит, я объясняю. Так, давайте пойдем дальше. И сейчас я вам покажу, это не только на примере акций, а также покажу и на рынке Форексе, что, что безразлично, что, какой график мы рассматриваем, все то же самое на каждом графике, все повторяется, все то же самое, что рассказывается в уроках. Смотрите, красные, значит, стрелки у меня показаны, это основы, так, где моя мышка, основы, значит, уровни, значит, где они основались, фиолетовые, это у меня подтверждение, усиление, ложные пробои, опять подтверждение мы видим, смотрите, я знаю, что на этом инструменте, вот именно в этот момент, очень много потеряло трейдеров денег, и очень много было слито пам-счетов именно на этой паре, это у нас британец доллар. Но, как мы видим, то есть, как после обучения, да, что здесь, опять же, смотрите, тот же накопление, да, но я, как я написал, для движения на шарты, потому что мы не обглавляем наши хаи, мы все, инструмент прижимают ниже, ниже к нашему уровню, и смотрите, вот здесь я написал, здесь засажены, то есть, все те люди, которые в этом накоплении набирали лонговую позицию и думали, что мы от этого уровня сейчас отобьемся и пойдем к верхнему уровню, да, то есть, здесь их всех, как Александр Михайлович говорит, засажены, здесь засажены, посмотрите, как здесь сработали стопы, вот, а мы, как бы, кто обучается, то есть, видели, что это накопление, как я написал, в шартовую позицию, да, и тут, как бы, еще одно такое дополнение, после двух ложных пробоев нет импульса в шорт, да, то есть, видите, вот здесь сложные пробои, и у нас нет импульса на лонг, нет импульса на верх, потому что инструмент все ниже и ниже прибивается к нижней границе канала, поэтому это, как бы, ну, доказательство того, что неважно, какой график, какой инструмент мы рассматриваем, у нас это все повторяется, вот тоже, ну, это графики, которые я расписываю для себя, где, где основа, здесь мы видим лимитку, я подписал, здесь тоже лимитку не пускали, инструмент ниже этого уровня, здесь был ложный пробой, потом немножко лимитка отстоялись, и здесь я брал позицию в лонг от этого уровня, потому что, нет, я брал в шорт ее, да, извиняюсь, вот тут на графике видно, что мы пробили этот уровень, закрепились ниже уровня, вторым баром, значит, мы попытались опять пойти наверх, и это было неудачно, то есть продавцы продавили, значит, цену опять под уровень, то есть для меня был это шортовый сигнал, что от этого уровня я захожу в шорт, да, но, как мы видим, сделка не сработала, здесь был получен законный стоп-лосс, он прописан в моей системе, это абсолютно нормально, и ничего страшного здесь нету, да, и, как вы видите, инструмент еще поднакопил немножко позиции, и пошел дальше вниз, но, как бы, без меня, потому что на тот момент, вот именно я, что и говорил, совмещать, значит, работу, и на трейдинг было очень тяжело, когда тебя выбивает по стопу, ты не всегда можешь перезайти, потому что ты в это время находишься на работе, или еще что-нибудь, и от этого тоже, как бы, это большая проблема, потому что, как нас учить нужно, если ситуация сохраняется, если сохраняется направление инструмента в том направлении, которое на днефть у вас прописан, то мы имеем право там перезаходить, да, получили свой законный стоп, но если инструмент подходит обратно к этому уровню, то есть определенные закономерности, когда можно перезаходить, и именно вот с этими перезаходами у меня была проблема, что я не всегда мог перезаходить, поэтому упускал хорошие свои сделки. Вот. Это то же самое, вот видите, это, ну, после, как бы, обучения я расписывал полностью все, распил уровня, набор позиций, где проходит реализация, то есть куда выплескивается энергия, где у нас сложные пробои, то есть вот это все я расписывал, и вот тут тоже у нас обозначена сделка, одна, давайте ее разберем, на дневном графике я ее брал на шорт, да, в то время я торговал отбой тоже, и смотрите, давайте разберем ее более подробно на часовике, то есть мы подошли к уровню, сделали ложный пробой, и что я здесь увидел, это я увидел здесь, первый, второй, и третий бар, то есть вот это у нас было БСУ, это у нас было БПУ-1, БПУ-2, и вот на БПУ-3 я заходил в шорт, то есть инструмент сходил вниз, и тут же начал там на второй, на второй, третий час разворачиваться, да, и на тот момент, вот это просто мне повезло, что я скорее всего был у терминала, а не на работе, то есть я увидел, что происходит разворот инструмента, я вышел по безубытку, да, если в этой бы ситуации я был бы не дома, или занимался там своими делами, то скорее всего я бы вот этот стоп законный получил бы, да, я вам попозже потом расскажу, как я решил эту проблему, с проблемами перезахода, вот, поэтому я вот тут еще написал, нет импульса, то есть ожидаемого сценария, который я себе прописал для этого инструмента, не реализовался, и вижу, что нет импульса, я выхожу из сделки, да, ну, так, так, еще, что у нас есть, так, это все, так, да, это по поводу того, это как бы мои этапы обучения, вот эти сделки и понимание рынка, как я видел рынок, проходил обучение, вот это сделки из моей, как бы прошлой обучаемой жизни, сейчас я вам покажу более актуальные сделки, то есть это сделки прошлой этой недели, одна сделка по биткоину, но чуть-чуть была сделана две недели, по-моему, назад, покажу вам более свежие сделки, что и как я сейчас это все делаю, а значит поехали, да, то есть, у меня изменяется экран, как вы видите, я с серого перешел на черный, по-другому начал немножко расписывать, но в принципе остаются все так же, то есть, трейдер, когда обучается, он эволюционирует, и продолжает свой путь, как бы путь трейдера, чтобы достигать дальнейших результатов и улучшать их, вот, значит, что это, то у нас британец, и здесь, как вы видите, продолжаю я описывать все, каждую свою сделку, основу уровня, взят вот этот бар, вот в этом месте, думаю, значит, здесь у нас лимитный покупатель, мы видим, что три дня мы не могли пробить этот уровень, и после этого лимитного покупателя, смотрите, как мы сделали, какое движение мы сделали наверх, значит, перехать, то есть, вот такие вещи, которые я вижу, когда я рисую уровень, я стараюсь это все потом, после сделки, подмечать, и прописывать, и складывать в себе, в папку структурировано, то есть, у меня папки за все года есть, и в каждом годе у меня, допустим, от одной до 12 папок, то есть, это каждый месяц, и в каждом месяце, я могу открыть любую сделку, когда я сделал, и посмотреть ее, она будет расписана, как вот предыдущие, были сделки старые, так и новые, я все продолжаю их расписывать, и чтобы мне было понятно, и я мог всегда их посмотреть, и поучиться, да, то есть, самое главное, что у нас, опять же, понимание дневного графика, после ложного пробоя, нет отката, направление шорт, это модель из моего алгоритма, номер три, у меня всего три модели, которые я на форексе торгую, на американском рынке, у меня немножко, ну немножко, а совсем другая стратегия, которую я торгую, я ее, как бы можно сказать, сам разработал, сам зашел, эта стратегия тоже, американского рынка, она подходит тем, кто также работает, кто, допустим, говорит, что, допустим, сегодня у меня есть время торговать, значит, я сажусь и торгую, и я выискиваю с помощью разных фильтров, те акции, которые будут сегодня в движении, то есть, я их называю в игре, акции, и где есть большой потенциал хода, именно в этот день, я их нахожу с помощью всяких фильтров, как я уже говорил, выставляю себе на лист, и потом в течение дня наблюдаю за ним, и торгую внутридневные уровни, то есть, не дневные, а внутридневные уровни этих бумаг, но принцип работы внутридневных уровней, он приблизительно тот же самый, как и здесь на Форексе, на дневных уровнях, то есть, там тоже приблизительно структура такая же, этот алгоритм я написал в ноябре, декабре, я писал для американского рынка, этого алгоритма, и начал его с января, с января, февраля торговать, вот, давайте разберем эту сделку, то есть, если вы посмотрите на эти сделки, то они все будут идентичны, то есть, я торгую один и те же сетапы, которые я понимаю, то есть, давайте разберем дневной график, почему я заходил здесь, в направлении в шорт, то есть, видели мы уровень, что он проведен был, здесь было ложное, ложный пробой, что подтверждает мне уровень и усиливает его, да, при вот подходе к этому уровню, что мне задает здесь, значит, информативность и понимание рынка, то есть, вот этот бар был для меня самым информативным, потому что мы здесь, опять же, этот уровень пробили, сделали ложный пробой и на следующий день, когда мы открылись, у нас не происходит отката наверх, то есть, для меня это получается, что сигнал идет в шорт, да, то есть, мы берем я этот уровень на пробой и более детально мы рассмотрим это на часовике, смотрите, вот, это был вот предыдущий день, это был ложный пробой, не обращайте на таймфрейм M15, это просто я его расширил, чтобы более четче было сделано, ну, видно сделка, мой рабочий таймфрейм, это часовик на форксе, да, просто я его переставил, чтобы было более видно сделку, значит, смотрите, заходил в сделку от дневного уровня, стоп 25 пунктов, сразу объясню, что стопы, если вы будете когда-то мои сделки смотреть, или я их буду выставлять, то стопы у меня бывают разные, вы сейчас это увидите на следующих сделках, то есть, когда 25, когда 15, когда, может быть, даже 10 или 6, то есть, это все зависит, стоп у меня расчетный идет от дневного АТА, да, то есть, 20% от АТА у меня стоит стоп, то есть, я его корректирую, когда-то у меня был 15, я пробовал, и вот сейчас, как бы, вышел на 20% от дневного АТА у меня стоит, значит, стоп, что мы здесь видим на этой сделке, что дали мне позицию, значит, мы пошли вниз, первый тейк я выхожу, тремя частями, и четвертую часть я оставляю, трейлинг стоп, то есть, оставляю на посмотреть на более долгий срок, то есть, первый тейк я получил, то есть, один к трем здесь я вышел, часть позиции, часть прибыли я уже зафиксировал, и здесь происходит разворот, и я, значит, фиксирую также свои, не даю убыткам расти, фиксирую свою позицию, выхожу из позиции по без убытков, правда, немножечко, там пару пипцов меня проскользило, потому что там очень сильная, минутная свеча была, я потом посмотрел, и немножко проскользилось, буквально там незначительно, вот, то есть, здесь этот стоп, часть позиции, которая у меня оставалась еще быть, то есть, я ее здесь ликвидировал, и не дал, значит, убыткам расти дальше наверх, то есть, это все так же, то, что, давайте ее разберем более подробнее, то есть, есть основа уровня, есть мне подтверждение, да, то есть, это у нас зеркальный уровень, который нам сильный уровень, есть здесь запас хода, приличный запас хода, это также зеркальный уровень, образованный паранормальным баром, здесь нам его подтвердили, и я тут, смотрите, как красиво взял от одного уровня до другого уровня, в течение раз, два, три, четыре, четыре дня держал позицию, и видите, как здесь то же самое, то есть, сделали ложный пробой, отката нету, значит, идем в лонг, да, направление лонг, и если мы посмотрим на часовике, это часовик, то мы видим, вот, это сделка, стоп, вот видите, у меня 16 пунктов здесь рассчитал, робот, и выходил также частями, смотрите, один к трем, тут забрал прибыль, один к пяти, и часть оставил высиживать до следующего уровня, то есть, один к семи, вот, так, следующая сделка, вы видите, это биткоин, то есть, разницы нету абсолютно, что мы торгуем, то есть, уровни то же самое, бар, который основал, это значит уровень, подтверждение, зеркальный уровень, здесь у нас были ложные пробои, и давайте мы разберем более детально, также сделку на дневном графике, видите, сделка, то же самое, подошли к этому уровню, сделали ложный пробой, здесь нету отката, инструмент дальше начинает поджимать к этому уровню, и здесь у меня направление лонг, то есть, понимание дневного графика после ложного пробоя, нет отката, направление у нас идет в лонг, то есть, вы видите, что без разницы, какие инструменты я торгую, то есть, то, что понимание рынка, которое Александр Михайлович преподает, оно работает на всех инструментах, то есть, без разницы, как Александр Михайлович говорит, покажите мне график, любой график можно, в принципе, торговать, да, то есть, я бы сказал, даже биткоин очень техничный, такой инструмент, очень хорошо отрабатывает уровни, и давайте это рассмотрим на часовике, как это все происходило, да, то есть, вот стоп у меня был, это уровень стопа, который у меня находился, и здесь в течение двух, по-моему, дней мы консолидировались на этом уровне, и также выход потом был импульс, как вы видите, здесь дневной импульс был сильный, и на этом импульсе просто я закрывался по тейкам, я вам эту сделку приготовил, также и в видеофайле, и хочу вам показать, чтобы вы посмотрели его, как это в реальном времени происходит, то есть, на видео будет, мне кажется, тоже интересно, как бы вам, я подготовил для вас специально видео, видео, чтобы вы могли посмотреть, именно эту сделку, давайте посмотрим вместе, это по биткоин, да, вот эта сделка, смотрите, я выставляю уровень, то есть, уровень взят у нас дневного графика, мы его идентифицировали, мы сказали, что это сильный уровень, у нас есть понимание дневки, то есть, понимание направления инструмента, куда он пойдет, и мы торгуем, здесь, я вам скажу, что для того, чтобы мне торговать и работать еще, у меня есть вот такой робот, который, я его разработал по этой торговой системе, что Александр Михайлович преподает, в него можно все заложить, и он будет отторговать, то есть, видите, смотрите, он сейчас в правом графике, вот здесь, он сейчас стоит у него, buy limit на покупку, да, и здесь, смотрите, робот выжидает, когда наш, цена, вот он дал сделку, цена подошла к уровню, и дала сделку, и смотрите, как четко отрабатывается уровень, кто бы там что-то не говорил, что уровни не работают, вы просто посмотрите, как отрабатывается этот уровень, просто держится железобетонно, не выбивает, ничего не делает, сейчас мы ляжем точно прямо на этот уровень, и посмотрите, как будут закрываться сделки по тейкам, смотрите, как уровень отрабатывается четко, это часовой график сейчас, вы видите, смотрите, накопили к позицию, проторговка выше уровня, дневного, смотрите, вот первый тейк закрыли, один к трем закрыт, второй тейк закрытый, один к пяти, ну и здесь один к семи, и начинается траллинг, инструмент улетает вверх, а стоп-лост подтягивается вместе с ним, смотрите, вот выбили, то есть здесь позицию закрыл полностью робот, то есть робот это не автоматический робот, робот этот, которому нужно задавать направление, в какое направление он торгуется, и по какой цене он должен заходить, все остальное он делает сам, то есть мы видели вот эту сейчас сделку, которая была по вот этому дневному пониманию, так, ну давайте я вам еще или стоп-лост подтягиваем, сделаем это выmêmeп travelers. Продолжение следует...